друзья всем привет в общем второй день после отпуска прошел очень очень сильный дождь не знаю полные сейчас баки да точно смотрите баки полный даже немножко слив забился сейчас нужно почистить чтобы все это выливалось до слив немножко забился ну сейчас наверно пройдет нужно будет что-то наверно придумать какую-то другую что ли шланг или побольше слив ну что хочу сказать в общем пока нас не было дождей тоже не было здесь установилась такая же жара я думал что будет дождик да ну вот но дождя не было поэтому не так хорошо выросла трава вот здесь под деревом влаги было совсем мало поэтому она как-то местами но косить все равно нужно полностью собрали вчера я последний гнилушки удалил со своей груши они у него там между ряде валяются вот дома еще остались у нас груши нужно будет из них что-то сделать и вчера я снял части яблок они выросли довольно таки огромные вот даже вот эти вот яблочки очень такие хорошие это с прививки и вот типично вот это yona gold сорт у меня вот в принципе дерево не такое как говорится старая или взрослая нет не такое взрослое столько дало этих яблок в этом году и они довольно-таки крупные мы попробовали они вот типично и и нагольдовские и набрали нужное количество сахара темнеет ну вообще классно малинка конечно без полива немножко под засохла но думаю что сейчас дождиком хорошо пролила напиталась и это она как бы немного пострадала во время продолжительного вот это засохи и я вижу что вот появляется как бы новые побеги они начинают интенсивно расти вот смотрите это вот предыдущий что-то она засохла да а здесь вот пошли опять эти побеги не знаю хорошо ли это плохо вот ну я связываю это то что полив здесь отсутствовал уже совсем скоро вот наверное сделаю вот эту грядочку я ее уменьшу перекопаю заправлю органическими какими остатками вот и высадим цветы но я пересажу вот георгины им нужно будет потом тоже сделать какую-то опору ну потому что они вырастают довольно таки большие ну вот кусты мощные их постоянно нужно связывать между собой татья на фиге у меня появились вон плодики он один плодик не знаю может быть еще есть ну довольно таки в этом году да он еще есть довольно таки большое стало растение разрослось так хорошо вот как-то растет кустом наверно клубничка у меня практически все отошла она это болела я ее подлечил ну вот сейчас она начала плодоносить опять это выглядело совсем так плохенько но час после полива тоже дождиком отойдет так но помидорки я вам уже показывал в общем вот эти вот первые высаженные у меня томаты еще нужно выспить мы уже сняли в общем родители они оставались они тоже снимали сказали короче мы каждый день едим на обед ужин и завтрак ну вот и короче не успевает и раздают и не успевает снять значит урожай в этом году был очень хорошая вот томатов очень много больше чем 100 килограмм это точно ну вот с таких вот кустов поэтому на следующий год буду немножко меньше сажать и нужно будет подремонтировать вот эту грядку она из-за того что там внизу переработались эти ну сгнили короче доски да там я подставлял она немножко в эту сторону за завалилась вот и земля перераспределилась она начала короче просыпаться ну вниз туда начин давит на эту стенку и вся конструкции короче мне поплыла в эту сторону вот но я дождусь пока все как говорится цветет петрушка тут у меня еще укропчик опять он начал расти вот и лучок я это потом удалю вот и полностью короче переделаю грядку поставлю опоры под низ выровни стяну ее между собой и все дальше можно будет пользоваться по огурчиком в общем но здесь немножко печально все они очень быстро подхватили мученицу росу вот вчера буквально можно было заметить да какая-то пятнистость очень много и загущенность в той стране вот эти вот кастовые они сильно видите разрослись там нагрузка такая вот я смотрю вот и короче нужно будет а я уже делал это прореживание да по выкидывал кучу всяких разных ну вот и подлечил соответственно все молодых завязей это уже по обрывал вот дней 10 нужно подождать чтобы действие лечащие вещества очень прекратила свое это действие в растении на системным препаратом я обработал контактно системным ну вот потому что да они короче болеют и уже давно до болеет но обработал и надеюсь что еще пока что по плодоносят у нас обещают не резкое похолодание ну в общем пока что до середины сентября обещается довольно-таки нормальная такая погода днем ну а ночью уже будет опускаться до 15 градусов а перца стала вообще очень много он покраснел везде я вчера уже подвязывал подвязывал на перец у меня каждый год где-то до конца сентября в октябре на вот он поспевает вот же еще растет тоже тоже будет плодоносить хотя ему нужно тепло вот и там я потихоньку тоже закладываю компост перерабатываю вчера прошел удалил все уже пустые кусты и томатов оставил только те на которые есть плоды вот вершинка здесь но нехватка кальция последующий год конечно лучше как говорится подготовлюсь здесь земля осыпается потому что это одна из первых гряда которые сделал то ту я делал из купленных досок а эти уже из палет разбирал вот и тот то что там внизу все это очень хорошо сгнило и земля очень быстро просела мне в общем нужно будет наверное это верхний грунт немножко под собрать в емкости вот и опять заложить что-нибудь органическое чтобы там долго все это перегревала на следующий год здесь у меня будет эти томаты да сейчас дождь прошел делать ничего не смогу наверное только обработаю щас сорняки которые там у меня снаружи да здесь тоже которые лезут обработаю сорняки и пойду домой